Ну что, здорова! Это уже второе большое видео на моем канале. Первое видео собрало где-то 200-205 просмотров, если не ошибаюсь. И казалось бы, очень маленькая цифра, но я ей уже безумно рад. В день там по 5-10 просмотров примерно падает. Это очень прикольно за этим наблюдать, как маньяк просто обновляешь постоянно эту статистику и смотришь. Так вот, второй выпуск, он о чем? Мы покажем с Леной, как мы проводим свои выходные. К нам на этот раз приехало друг со другом несколько гостей. Это мой брат Антон, который я позвал к себе на каникулы, чтобы вознаградить его за окончание 9 класса, чтобы он кайфанул. А второе, это подруга из Индии, ее зовут Ксюша, с ней вы тоже более детально познакомитесь еще в будущем. Я думаю, в следующем видео она тоже так или иначе появится. Мне очень приятно было получать обратную связь по прошлому выпуску. Она была достаточно позитивная. Есть некоторые корректировки, которые мне стоило бы внести, исходя из этой обратной связи. И как минимум, что я понял уже сам, это звук. Да, я прикупил себе микрофон. Микрофон, к сожалению, этот выпуск будет с большим количеством видео. Точнее, все видео, которое было здесь сделано без микрофона. Будут только вставки, которые я буду записывать на этот микрофон. Поэтому, сразу говорю, не обижайтесь на качество звука в некоторых местах. Так вот, приятного просмотра. Садитесь поудобнее. Наливайте себе что-нибудь попить, поесть. Наливайте поесть. Что? Наливайте себе что-нибудь попить. Нет. Надо придумать какую-нибудь фразу, чтобы она была вот только со мной ассоциировалась. Вообще, ладно. Наливайте себе что-нибудь вкусненького. Садитесь поудобнее. И погнали. Доброе утро. На часах 4.09 я проснулся для того, чтобы встретить брата на вокзале, младшего, которому 16 лет. Я его пригласил к себе в гости. Он закончил 9 класс. Сейчас еду встречать его на вокзале, чтобы он провел крутые выходные, крутые каникулы. Потому что скоро школа, 10-11 класс. И я хотел сделать ему небольшой сюрприз в виде небольшого отпуска. Вот, поэтому пригласил его к себе. Он полтора суток, получается, ехал в поезде. Сейчас едем его встречать. И начинаем, например, сколько? 7 дней, по-моему, незабываемых. Будем на это надеяться. Вот, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Оставайтесь делать себе чаек-феек. Погнали. Доброе утро, братишка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, братцы, начинаем. Что ты ржешь? Сейчас снимай. Удобно за плавок? А? За поплавок удобно? Удобно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Антон ширнее меня. Да. Хотя в Сочи живу я. А то что-то не видит. У нее рука. Рука будет, что уедет в два раза. Короче, если кто-то надумает, в Сочи в обед 37 градусов в тени пойти на пляж, это большая ошибка. Во-первых, ну, кстати, здесь поменьше народа, но в целом народу просто дофига. И очень жарко, очень жарко. Фу, прям пипец. Ну, еще сейчас попробуем искупаться с камерой. Кстати, это тест-драйв камеры. На ней написано, ну, не на ней, а в инструкции написано, что 10 метров глубина максимальная, когда можно погружаться. О, как я ненавижу заходить в воду. Особенно после того, перегрелся. А-а-а. Как же хорошо, что ты на выходном дне просто можешь выйти и пойти плавать в море. Кайф. Удалбы. Продолжение следует. Тhington. А-а, А-а-а. время 12 15 за бортом 35 до 33 ладно 3 градуса скорость ветра ноль поэтому солнечные лучи напрямую бьют нас а нам будем туда мы добрались до 1 большого привала кавказский государственный заправленник обзерпинский карниз лагерь холодный ну и здесь конечно нереальная красота все кнопочку нажал и поехали дорогие друзья в общем забираем так давайте им как с микрофон не трогаем на вена вот как всегда мечтала вот так вот поснимать нос в общем мы едем на красную поляну в пасть дракона именно сегодня я перехватила это водопад если что водопад пасть дракона будем купаться смеяться и веселиться так маленькая предыстория кто меня не знают меня широко ксения дардом 25 лет и я приехала и скоро скоро 5 октября 5 октября день рождения если что номер карты прикреплю ниже ну мало ли кто заходит кому-то понравится в мои подписчики я их ломтизирую мы тоже свой номер карте прикрепим ну да кто больше понравится тому и скинут вообще то вот и в общем прилетела из индии к ребятам к своим крошкам друзьям маковка спустя год мы не виделись год вот так что вот и это значит будет незабываемый потрясающий недельный трипчик поехали в общем мы пропустили поворот если в навигаторе просто забить пасть дракона он ну типа просто посреди дороги заканчивается это . пункт назначения и все и бы посреди трассы на мосту поэтому оставили вот так вот машину и как показывает навигатор 20 минут пешком поэтому мы просто вот так вот пешочком идем поэтому советую прочитать все тем кто захочет попасть в водопад как-то не вы добраться поэтому увидимся уже там и в общем мы свернули с дороги конечно же пока шли решили зайти в ущелье ацху если я правильно выразился здесь течет очень красивая речка здесь есть аварийный мост по которому около которого был знак что проход запрещен ну и здесь рафтинг то есть можно прийти сесть в лодочку и он под тем как это правильно порогом пройти на лодочке блин но этот мост хоть он и большой но он прям шатается ладно посмотрим сейчас чё там дальше но вы поняли на мы прошли буквально 50 метров и единственный проход видимо он закрыт в общем единственная развлекуха тут это рафтинг больше здесь ничего поэтому идем насос поэтому мы идем к водопаду надеюсь он там есть потому что сейчас август самый разгар жары и по всем законам физики водопада не должно быть или он должен быть минимальный ну ладно сейчас посмотрим водопад закрыт вон тот мы крепость на подъеме так ну это просто будет бетонная типа но не бетонная каменные по пару камней лежать ну понятно какой большой мангал чисто у крепости мангал кайфую короче облом с водопада я уже как вам и наносит вас калу вам это массивый глаза но у меня красивее если чем собаки какие глазки все мы пришли в себя отдохнули даже с учетом того что он нас светит солнце мы все равно Идем Виды просто пипец Погнали Как тебя, Антоха? Словами? Нормально, да, скажи? У него на все реакция Нормально Все нормально Блин, такие Все расцвело Эти фиолетовые Очень красивые цветочки Разные Кайфовые вообще Вот даже какие-то На подсолнухе Похоже Мы Добрались Представляю вам Безерпинский карниз Карнизом как раз называется Вот это вот Дуга Которая Образуется из-за гор И она очень далеко Туда дальше уходит Мы сейчас туда спустимся Вода Холодная Помогаться Жить Сразу хочется жить Блин, как тюрька И форма Там палаточный лагерь Полностью забитый Вообще Мы присели И вот такие виды Просто максимальный релакс Кайф В общем Мы Уехали с водопадов Потому что они закрыты Как вы уже об этом знаете Да И приехали Покорять Для себя Новый пеший маршрут По-моему Какая-то тропа там Папоротникова И так далее В общем она небольшая Потому что мы не хотим Сегодня сильно напрягаться Так Камеру я нормально держу У меня с прошлого видоса Поступил аппарат на сяду Что-то вот так снимаешь Типа ну как-то Не очень Да Поэтому ребятушки Новый ракурс Сейчас погуляем Маршрут где-то на часик Потом поедем Заселимся в отель Поедем кушать Во вкусный ресторан В котором кстати Ксюша по-моему Даже работала Или что-то В общем она Как-то с ним связана Вообще Это мое любимое место 960 Высота Потому что здесь Такая кучка отелей Около наверное 10 отелей Мы в половине уже побывали Очень нравится эта локация Потому что здесь чистый воздух Здесь нет машин Здесь максимально спокойно Тихо И Очень Классно здесь Прям релаксировать Смотреть на горы Наблюдать за вот этими Крутыми видами Поэтому Если выбирать между Красной поляной 560 Точнее 540 и 960 100% 960 Поэтому Кто здесь не был Точно советую Сюда доехать Обязательно Здесь кайфово Добавил субтитры Добавил субтитры В общем У нас новая рубрика В любой момент времени Подходим к Лене И задаем Спрашиваем у нее Любое слово Чтобы она сказала Любое слово Лен Скажи любое слово Писька Любовь Что она сказала Я говорю любовь Ну вот видите Понимаете да Какие они разные А ты что сказала Мне да Все Все это новая рубрика Хэштег Слово в моменте Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас сегодня выходной, а это значит, что мы решили себя чем-нибудь опять занять А так как у меня брат в гостях, то мы ничего особо не придумали, как с утра поехать на лошадьях Ну, привет! Та, сейчас поедет на лошадках кататься Я! А вы нет Нашла, чем хвастать Ну, спирит, привет! Мой любимый коняшка Как ты? Ленка, ковбой О, Антон! О, кстати, у тебя спокойный конь, я помню на нем Линафут раз ездил Так что, о, смотри, какое у тебя седло Тепло будет, хорошо О, у меня тоже теплость Это жесть Все, да, это, хорошая стремня Я прям оценил Блин, жарковато вообще, пипец Даже без солнца Ну, точнее, не жарковато, а прям душно Уже весь мокрый Просто сквозь мы едем три минуты Чё, по? Так, так Просто В этот раз маршрут, конечно, пободрее Ну, так сказать Пошли, давай Хватит жрать Пошли Спасибо Как тебе в цел? Рассказывай Прикольно Нравится, да? Ну, кайф Круто Нормально? Ну, мы Потому что у меня конь тихий, но он какой-то был Ну, он спокойный у тебя, да У нас в прошлый раз на нем девочка каталась И она прям, ну, не могла его Он просто пешком шел Она на нем, да, была? Да, на нем, блин, была Вот А у тебя пободрее с этим справляется О! Вот это кайф О! С рыбками Я бы окунулся, но я в штанах И весь буду мокрый Потом у меня нормально не получится вообще Да что ты У меня лучше камера Че, че Че ты своим, блин? Андроидом С тебя сниму сейчас Не понимает вообще, с кем тягается Я хочу купаться Я тоже, но, блин Да, Дим, а тебе что решать? Вот, ты измирайся скипаешься в трусах А ты че, как он? Так нет, у меня штаны потом насквозь вообще мокрые Ты хочешь, я штаны в трусах? Да? Я ж потом на трусе все, нет? Тебе пофиг Ну, ладно, сейчас подумаем Ну, вы поняли Погнали Блин, тут камни, кстати, осторожно О, как хорошо О, как хорошо Да садись просто Садись на жопу Да просто садись Вот здесь камушки Прям, блин Вместе О, осторожно, камень сзади Оля, она кайфует В джинсах, в мае Сейчас и залезла В рюк Погнали Вечно голодный конь Постоянно что-то жрет И как? Нормально? С землей это травка? Ну вот опять Только кроссы высохнули Так, хватит жрать Пошли Ого, они прям вообще Прикольно Не падай Не падай Осторожно, братан Он, да, он соскользнул прямо Но мы чуть не утонули С моим Ну ты бедненький Сам испугался Меня еще испугал Ну все, хорошо Ну оступился Ну, всякое бывает Каждый же в нашей жизни Оступается, правильно? А самое главное Это встать И идти дальше Несмотря ни на что Неважно, какая глубина Главное Встать Ленка, Дима, колучит лошадь Ну а как еще? Мы должны друг другу помогать Ты зачем меня водой облил? Короче, мы добрались до водопадов И ущелья Вот Здесь такой небольшой водопадик И здесь можно купаться Здесь есть для переодевания Специальная комнатка Приходишь, переодеваешься Перед этим платишь 200 рублей с человека И заходишь сюда Мало людей Потому что сюда хрен доберешься По сути, только на джипинге На уазиках Нивах И так далее Поэтому Как бы вот так Не скажу, что это прям супер вау Купаться уже не хотим Потому что мы Купались в реке Когда На лошадках Катались Поэтому Здесь не будем точно Вот Идем дальше Посмотрим Там еще можно Походить ущелья Братья Братья только позики все и мой блин на пола просто почти до конца доехали возвращаться но посмотрим вот так вот сюда ездить и так дорогие друзья мы в пиацунде приехали на песочный пляж с этими вот хотела вас называть молодоженами но вы уже не молодожены уже месяц как не молодожены это короче переодевалочка на лютом фэшене 90-х как вы поняли прошлое видосик это типа rixos 5 звезд ресторана там вообще сегодня отель две тысячи пшеная кашель и просто молотый этот как у молотый растворимый кофе и переодевалочка просто на месте сломаю соорудили там всяких палаточек все на минимал как туалет 650 рублей на замке а ты можем этом приблизить ключ в баре и мам если ты смотришь этот типа это эксперимент не думаешь и так всегда живут посмотрите он сливается чё там мы сейчас просто находимся вот покажи мы под упорим баром да он там сливается на ручье какое-то вот водичкой такие присели типа нормальное место главное тенечек что-то сливается нормально от солнца не охота блин тысячу или сколько полторы отдавать за обычный зонтик зачем это можно вот так наконец-то морожка охладил на рыбках 5 но все поплыли иди к мамочке иди к мамочке нет сочек надеюсь меня слышно прием в чем плюс этого пляжа если кто напишите в комментариях расскажу где этот пляж здесь песок те кто отдыхал в сочи и в целом на юге знаю что большинство пляжа да и в абхазии тоже они галька а здесь это песочек я вот стою просто на очень-очень маленьком песочке очень приятно не больно заходить в воду поэтому погнали плавать в общем есть теория что видите free все дешевле поэтому мы на выезде с абхазии заехали видите при сейчас посмотрим насколько это правда потому что в ю тубе даже видел несколько видосов о том что сюда очень многие приходят вот так вот грубо говоря с чемоданами чтобы просто затарить все подешевле и привезти домой сейчас посмотрим а вот 1 евро 120 все видимо здесь в евро ну да вот не хотите ли за 3000 вот такого зайца блин у меня есть ощущение четкое что здесь ничего дешевле нету так чё еще есть духи всякие ну в общем здесь только бухло по сути сигареты и духи соответственно целом то на этом все в общем здесь много всего здесь безусловно крутое разнообразие тут супер просто вот кто любит бух кто любит бухать тут вам прям вообще короче раздоль вообще ну прям очень много правда но цены за счет того что евро на входе написано что 102 рубля все настроение пропадает ну конечно где и знак осторожно медведя там есть мой в общем мы приехали на огурские водопады по такой вот живописной тропиночке начинается наш маршрут весь маршрут тут вообще на 5 часов но мы сегодня 5 часов не пойдем мы пойдем ну где-то полтора в одну сторону полтора другую три часа потому что нас ограничено время и нам нужно там следующую локацию по делам попасть поэтому мы приехали речек нет все пересохло на входе говорят что огурские водопады на сегодняшний день пересохли имейте это ввиду мы просто хотим погулять сказали мы и пошли дальше уже приятненько что здесь есть мусорки если что можно выкинуть что-то обычно таких природных локациях ничего нет в общем идем гуляем покажу вам водопады которых нет в общем в целом посмотрим на природу посмотрим на зелень и так далее хоть долго гулять не хочется потому что еще жарко если честно мы этим летом достаточно сильно устали от жары поэтому поэтому погуляем всего три часика в общем я начинаю повторяться уже блин да я в итоге короче не умею на камеру говорить у меня есть кстати проблема дорогие подписчики я очень долго могу рассказывать про что-то одно ну то есть я бы есть вот допустим огурские водопады могу 10 раз повторить по-разному но это же поэтому если вы вдруг думаете что контент скучный и я повторяю тоже на разных словами имейте ввиду что я с этим борюсь если что пишите просто внизу об этом то что блин ты задолбал ты говоришь про водопады уже две минуты хотя можно было уместить в 15-20 секунд вот поэтому в общем идем огурские водопады с моей компанией супруга моя любимая и ксюша и его уже наверно знаете это наша индийская девушка короче погнали посмотрим что здесь есть ладно все теперь точно все в общем здесь должна быть река но ее нет в общем да ну водопады соответственно где водопад там есть река вот продолжение водопадов достаточно интересный такой каньон беленький красивые белые камни в эту сторону тоже но воды zero вот но в целом да это тоже имеет свою какую-то красоту такое все там волнистая ну и достаточно глубокие ткань он сам по себе вон там если посмотреть мы пришли к еще одному обмелевшему водопаду и в целом реке чтобы походить по ее дну в общем сушки на самом деле я уверен что когда этот водопад полноводный он прям крутой потому что вот это вот ущелье такое туда кстати мы сейчас пройдем может быть там какое отверстие есть и оттуда прям водичка и если посмотреть вот эта полоса вот она идет вот по такой высоту здесь вода . здесь очень глубоко здесь метров пять ну да метров пять получается глубина вон там да вот этой точки и вот это дно реки очень прикольно о я не знаю видно вам будет или нет но он там мост видите проходит по этому мосту видимо какой он стрёмный очень длинный я вижу мост его такие подвесны в общем я думаю когда весной мая здесь прям кайфово можно искупаться просто в леденящей воде потому что это все вода идет с ледников с просто растаявшего снега с гор поэтому очень прикольно да у нас тут подъехал контент мы вспоминаем кликухи свои которые были в детстве в юношестве номер фамилия барсуков как бы тут все понятно лена у нас девичья фамилия данилова поэтому дания у меня еще была твитти кликуха один раз в лагерь потому что маленькая ведь ведь и ведь а это почему а это была птичка твитти маленькая такая желтая птичка а это мультик такой если это время прикольно слушай а и русалка это наработать это инвестиции а подожди а теперь про интерес ксюша давай это наработать и краснодар а почему просто потому что волосы так школьные клички я уже там не буду про слишком-то это школьные клички. В пятом классе курица плоскогрудка. В шестом, седьмом, восьмом классе. Пиши в свои комментарии почему. Покажи, тут все нормально. Вот, в пятом классе все было не так хорошо. Вот, потом, значит, шестой, седьмой класс была акула, вот, потому что у меня были кривые зубы. Акула, и у меня был клык вот здесь вот сверху, и меня звали, типа, третий зуб. У меня фамилия Шуракова, меня звали Шура Третий Зуб. Или, как еще я сказала? Сейчас, Шура Третий Зуб. Не, ну про это я не знаю. Слишком жесткие, кликучие. И потом, меня называли уже в восьмом, в девятом классе, когда все постарше были, Шура в шкура. Такая чистая вишенка на торте. Ладно. Это самое главное, я еще не рассказала, останется интрига. Пусти. Короче, мы идем на Сапы встречать. Вон тот закат. Ну, а покажем его чуть попозже. У меня след от рубашки. Опять. Супергерой. Блин. Да, я супергерой, человек треугольник. В общем, мы оплатили Сапы, и нам сказали пароль, который мы должны назвать. Вон там парни. Как вы думаете, что за пароль? Антон, какой пароль? Три закатные креветки. Три закатные креветки. Мы идем. Мы креветки. Мы креветки. Мы креветки. Здрасте. Здрасте, к тебе, да? Да. Антон. Антон. Три закатные креветки. Товарищ? Я не услышал тоже, да. Три закатные креветки. Все хорош. А, все, идем на инфруктаж. Короче, у меня сегодня что-то с балансом. Я просто сейчас минут пять не мог подняться на... Как качать, не мог пять минут добраться просто из воды сюда. Короче, восстанавливаем сноровку. И погнали. На этом великолепном кадре можно было бы закончить это видео. Ну, а я хочу показать вам еще одну нарезку с мероприятия, которое мы организовали для наших коллег на высоте 2050 метров. А поднялись мы туда, чтобы встретить звездопад Персеиды в шатрах под открытым небом. А что из этого получилось, смотри дальше. Субтитры сделал DimaTorzok В конце мы даже успели позаниматься дыхательными практиками. Сам звездопад посмотреть, к сожалению, не получилось, потому что было достаточно облачно. Но я успел снять пару кадров на ночной таймлапсе. Но зато мы успели посидеть у костра в горах и попеть душевные песни под гитару. Ну, теперь точно все. Спасибо тебе, что ты досмотрел это видео до конца. Буду ждать от тебя в комментариях обратной связи, как тебе понравилось или нет, что можно исправить, что дополнить и так далее. А пока ты думаешь над обратной связью, обязательно подпишись и поставь лайк. Меня это очень сильно мотивирует и заряжает. Не буду томить. Большое тебе еще раз спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok